здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вод и с вами я юрий гимельфар это экстренный выпуск и я очень прошу вас досмотреть его до конца несмотря на то что ролик достаточно длинный для вашего удобства в описании даны тайм-коды но дело в том что ситуация крайне серьезная и поэтому я заранее прошу вас о максимальном репосте этой записи ситуация следующий американский видеоблогер дальнобойщик павел серых которого вы знаете как канал павел дальнобой я об этом уже две недели назад сообщал ссылка да на описание подал в суд города сан-франциско на неправомерные действия американского youtube более того скажу забегая немножко вперед что действие павла сирока павел дальнобой поддержал американский сенатор джон маккей поэтому сейчас вашему вниманию будет предоставлено обращение павла дальнобой ко всем пользователям российского youtube это обращение было размещено в аккаунте павла на его странице в социальной сети facebook потому что его канал заблокирован иными способами он не мог донести свою точку зрения я дублирую это обращение после которого скажу пару слов и так друзья внимание слушаем обращение павла дальнобой снова всем сердечный привет в эфире павел американский дальнобойщик хунта каратель же до бандера из предатель родины и агент госдепа а также не забываем жирный тролль и и сейчас у меня такой можно сказать экстренный выпуск моего эфира потому что я только что закончил разговор с правозащитниками с одной довольно крупной правозащитной компании которая находится в городе сан-франциско соединенные штаты и которая занимается защитой защитой свободы слова в интернете я сейчас вещаю на двух аккаунтах на своем персональном аккаунте на странице фейсбук и также на странице американский дальнобойщик так что всем привет и моя суть моего обращения сводится к следующему вот на аккаунте фейсбук не получается отзеркалить камеру поэтому меня надпись наоборот ну я думаю вы простите пауз 144 только наоборот написан на американском дальнобойщике все нормально так вот суть моего обращения следующая у меня огромнейшая просьба даже это не моя просьба а просьба всех правозащитников которые будут заниматься этим делом они дали согласие они согласились заниматься как бы принять участие в моей борьбе против ютуба и им нужна ваша помощь во первых я обращаюсь ко всем владельцам youtube каналов которые были забанены по жалобам кремлевских ботов кремлевских троллей если вы были забанены за вашу позицию антипутинскую пожалуйста свяжитесь со мной координаты я укажу чуть чуть позже но очень важно подчеркиваю чтобы ваши аккаунты не были заблокированы за распространение порнографии или за реальные какие-то другие нарушения там призывы убивать и так дальше потому что это будет минус если по совести вот по честному если вы будете знать что ваши каналы забанены именно за то что вы высказывали свою позицию высказывали вежливо и корректно ну эмоционально это не играет значение если ваших словах не было призывов к насилию если вы не разжигаете ненависть против какой-то национальности или групп или еще чего-то вы можете присылать свои контактные данные мне можете с коротеньким описанием за что забанили когда забанили обязательно как называется аккаунт правозащитники хотят делать коллективную жалобу на youtube то есть я один хорошо но чем больше будет жалоб тем больше шанс что мы сможем победить беспредел второе если ваши каналы получают страйки уже получили некоторые страйки но еще не не забанили вы тоже можете обращаться с указанием количество страйков например скажите что мой канал получил там один страйк или два страйка на грани закрытия но пока что я еще держусь дайте мне описание вашего канала обязательно адрес скопируйте то есть как в этом называйтесь ваш ник чтобы эту информацию можно было предоставить правозащитникам я обещаю ваши личные данные хотя личных данных пока что речь не идет но я обещаю ваши персональные данные если они потребуются не разглашать публично то есть это все будет конфиденциально потому что ну я в америке я законопослушный гражданин нам нужно бороться вместе с этой нечистью про кремлевской и нужно добиваться цели сейчас вероятность того что мы добьемся победы довольно высокая и она растет с каждым новым случаем то есть чем больше у правозащитников будет подтверждений потому что идет волна против антипутинских блогеров ютуба тем больше шансов на то что мы сумеем коллективным путем заставить youtube поменять правила о которых я говорил чуть чуть раньше то есть если вы испытываете дискриминации если вы чувствуете что вашу свободу слова на ютубе ущемляют пожалуйста обращайтесь ко мне мои координаты пауз 144 это мой ник пауз 144 gmail.com это мой имейл то есть вот пауз 144 собачка gmail.com пишите здесь на фейсбуке в личку пишите ну везде где меня найдете пишите личные сообщения я их желательно чтобы в одно место давайте договоримся пишите мне имейла так будет проще но если я не отвечу я буду отвечать возможно одно слово спасибо потому что времени не так много чтобы детально описывать свою благодарность но я буду подтверждать каким-то образом получение вашего письма если я не подтвердил возможно она попала папку спам там или еще не стесняйтесь пишите второй раз это первое что хотел сказать второе я прошу о максимальном репосте этого видео обращения я очень хочу чтобы вы через систему 6 рукопожатий донесли эту информацию до камикадзе потому что я в своих письмах давал ссылку на его аккаунт и правозащитники его кейсом заинтересованы тоже и я бы хотел чтобы он связался со мной по имейлу я ему писал на skype он не ответил возможно это там папка бан у него или не знаю почему он мне не ответил пожалуйста если кто-то из вас с ними с ним в друзьях или кто-то подписан на него я сейчас не могу на youtube и писать мой аккаунт забанен напишите ему или дайте ему ссылку на это видео пусть он посмотрит пусть он свяжется со мной потому что мы можем коллективно победить я прошу всех блогеров независимо от того в какой стране мы живем россия беларусь молдова украина сша европейские страны неважно если вы испытываете давление со стороны кремлевских троллей которые банят ваши аккаунты ни за что которые оскорбляют вас которые страйки гидают ни за что на ваши аккаунты пожалуйста обратитесь ко мне мы сможем добиться справедливости шансы очень велики та организация с которой я сейчас работаю я пока не хочу говорить что за организация публично потому что я не спросил у них разрешение можно ли может они не хотят наплыва чтобы это не выглядело как доз атака но если они разрешат не назвать их я возможно в одном из своих видео или в тексте напишу чтобы вы смогли там пойти сказать им спасибо или я не знаю но это я у них спорту спрошу при следующем контакте сегодня было не до этого был очень насыщенный разговор который продолжался около часа я им все рассказал все объяснил все дал попробовать они крайне заинтересованы они говорят что такого не может быть потому что такого не может быть никогда на территории сша свобода слова и ни одна организация не должна нарушать конституцию в том числе youtube они не могут прикрываться своими правилами которые они придумали правила которые установлены в любой компании в том числе youtube они не должны противоречить американской конституции если эта компания находится на территории сша поэтому у ютуба будет такой выбор либо привести свои правила соответствия с американской конституции либо переехать в любую другую страну где диктатура например на рашу тогда его они заберут свои серверы из сша поедут на рашу и мы будем считать что это российский youtube со всеми вытекающими последствиями до тех пор пока youtube американская компания они должны и они будут выполнять требования американских законов потому что я получил ответ от сенатора маккейна который тоже заинтересован этим делом я сейчас не буду говорить подробности но процесс запущен процесс пошел на политическом уровне мы сейчас с моим сыном работаем плотно с некоторыми блогерами американскими и русскоязычными и англоговорящими пытаемся достучаться до журналистов пытаемся донести нашу позицию до масс-мидиа в сша чтобы американцы знали что корпорация youtube занимается цензурой на корпорации youtube нарушается конституционное право американских граждан мое лично на свободу слова коль скоро эта информация выйдет в публичный доступ из youtube начнут уходить рекламодатели а любой бизнес сама чутко и самочувствительно реагирует на отток денег когда рекламодатели перестанут заказывать рекламу на ютубе тогда youtube пойдет навстречу всем нам для этого надо максимальная как бы огласка этому я очень сильно благодарен тем людям которые тысячи репостов я видел которые распространили мое предыдущее текстовое обращение там письмо есть кто это не сделал можете найти это у меня есть на ленте на и на странице и на персональном аккаунте можете найти продолжайте распространять доносите эту информацию до всех меняемых людей которые выступают против тоталитарного режима путина потому что путин перед выборами сейчас хочет максимально зачистить информационную площадку как он зачистил политическую площадку он хочет убрать всех неугодных блогеров всех неугодных журналистов он хочет оставить только тех кто будет ему аплодировать и кричать сейчас трак проедет и кричать путин красава этого нельзя допустить свобода слова это одно из фундаментальных прав человека и я не хочу поступать со своими правами вы можете со мной соглашаться вы можете со мной не соглашаться я могу спорить с камикадзе я могу ругать мальцева но я не буду поддерживать тех кто забанит камикадзе или кто забанит мальцева или кто забанит любого другого блогера только потому что он мне не нравится до тех пор пока он не выступает против здравого смысла до тех пор я не буду поддерживать бан мы обладаем свободой свободами и правами людей и наши оппоненты обладают этими свободами и правами тоже поэтому прошу все кто меня услышит кто меня увидит переступить через свои персональные обиды через свои персональные амбиции и давайте объединимся с этим иском против ютуба серьезная правозащитная организация взялась нам помогать я думаю что и один смогу чего-то добиться но шансов на успех намного больше если мы будем вместе я спросил сколько может быть таких обращений сколько нужно подтверждений он говорит чем больше тем лучше если это будет 10 это один левел если их будет 100 это другой будет 1000 это третий то есть мы можем сказать что что допустим антикремлевских аккаунтов было забанено или получили страйки я не знаю что youtube будет на это отвечать потому что на один канал он может сказать ну слушай ты там слово кацап употребил или еще что-то какое-то да на один канал он может пожаловаться но когда мы скажем что с той стороны идут открытые призывы к ядерным бомбардировкам идут отрезание голов в прямом эфире например каналы игил или православные фашисты требуют уничтожать евреев только потому что они евреи по национальному признаку или идеологи русского мира требует уничтожать украинца только потому что они украинцы и эти каналы не банят эти каналы не удаляют а канал американского дальнобойщика или андрея полтавы или бучка или для тех кого я знаю забанили а канал самый сок который просто читает тексты из интернета при всем моем негативном отношении к этим людям и к этому каналу но канал самый сок получает страйки за то что он читает правдивую информацию из интернета я знаю что есть определенные каждую проблему у саши сотника камикадзе говорит о своих проблемах как это не магия то есть там в российской благосфере там капец капец что происходит пожалуйста давайте объединимся это наш шанс если мы его потеряем каждый останется ни с чем лично для меня канал youtube а ну не является смыслом моей жизни более того на следующей неделе я сообщу очень интересные новости по поводу альтернативы но вопрос принципа вопрос принципа я хочу чтобы справедливость восторжествовала и даже если я больше никогда не буду пользоваться ютубом знак протеста допустим да то я хочу чтобы те блогеры для которых youtube является единственным источниками единственной площадкой я хочу чтобы те блогеры могли свободно высказывать свою точку зрения не опасаясь что их забанят какие-то негодяи которые организовывают фейковые жалобы под надуманным предлогом потому что ни в одной моей моей речи ни в одном моем ролике не было ни призывов к насилию не дискриминации не разжигание ненависти не хейт спикинг как речи с ненавистью и так дальше я этим не занимаюсь я могу говорить эмоционально могу повысить голос но я стараюсь говорить максимально корректно потому что я законопослушный гражданин я понимаю чему могут привести мои высказывания я живу в америке здесь за определенные вещи могут дать реальный срок поэтому я законопослушный человек и я кстати призываю всех вести себя адекватно спорить нужно с аргументами они брызжа слюной и избивая друг друга в общем благодарю вас за внимание еще раз прошу максимально распространить эту информацию я хочу чтобы до тех блогеров кто уже пострадал или страдает от действий про кремлевских троллей чтобы эта информация дошла повторю еще раз мой ник в социальных сетях paus 144 вот как на карту заки правда на основном аккаунте это зеркалик но я думаю разберетесь это мой email paus 144 gmail.com это мой фейсбук аккаунт это мой бывший ютуб аккаунт правда я там заблокирован это перископ это инстаграм это живой журнал это я везде под paus 144 пишите лучше всего на email если вы не получили ответ от меня пишите еще раз я буду отвечать хотя бы одно слово там спасибо потому что может попасть в папку спама там это же google вот до тех пор пока не получите ответ пишите если ваши каналы получили страйки или если ваш канал на ютубе был забанен будем бороться вместе если вы лично пока еще никак не пострадали но знаете кто пострадал передайте им эту информацию дайте им послушать этот ролик посмотреть пусть они со мной свяжутся еще раз paus 144 потому что если мы сейчас упустим свой шанс нас будут давить по одиночке давайте объединяться и давать достойный опор от пор с вами был павел американский дальнобойщик извините за поздний выход в эфир но а вот главное что хочу сказать у нас время очень короткой то есть понедельник у ну вот есть время до понедельника примерно до такого время во вторник я должен отправить информацию правозащитником поэтому сейчас получается сколько сейчас ночи до в киеве например ну вот примерно до такого времени уже во вторника то есть в ночь с понедельника на вторник но давайте до утра давайте до 8 часов утра вторник я буду принимать ваши письма то есть после этого уже я мне надо еще время чтоб составить список если можете делать и описание вернее прошу вас сделать и описание за что забанили когда забанили или получили страйки за что были получены с какой формулировка это очень важно если у вас сохранились эти копии писем значит присылайте копии ответов которые с ютуба были что забанен там например за дискриминации или неважно что чтобы правозащитники лечится этим разбирал здесь потом когда наберется определенное количество этих обращений этих случаев подтвержденных мы будем обращаться дальше я буду вас информировать что будет происходить каким путем мы пойдем вот аллена ковальна страница написала пауз 144 только там не . собачка вот этот значок собачка . собачка gmail.com правильно и буквы все маленькие пи и с 144 маленькие буквы за главных букв нету я думаю для email это без разницы так повторяю пауз вот как вот здесь вот пи эй ю с 1 4 4 собачка gmail.com знаете gmail.com пауз 144 gmail.com аккаунт очень простой я его специально открыл для вот этой вот деятельности взламывать его бесполезно к нему ничего не привязано для этого у меня есть другие аккаунты так что если вы хотите получить доступ к моим личным данным даже не парьтесь это я говорю не доброжелателям я не настолько глупый как вы думаете чтобы все держать на одном аккаунте но этот я открыл специально для того чтобы вы могли написать письмо когда надо поэтому не стесняйтесь пишите туда я буду рад нашему общему сотрудничеству обнимаю целую люблю женюсь до новых встреч до новых комментариев пока пока друзья судя по вашим комментариям к моему предыдущему репортажу относительно блокировки канала павла дальнобоя я знаю что не все относятся к полу дальнобою положить многие к нему относятся неоднозначно некоторые даже негатив так вот я хочу сказать что к вашей точке зрения я лично отношусь с большим уважением но уверяю вас в данный момент дело вовсе не в этом проблема в том что либо последний островок свободы последний голос независимых сми и не под и не цензурированных сми останется жить либо он будет уничтожен кремлем ситуация более чем серьезная и в данный момент я призываю вас отказаться от личных амбиций от приязни или неприязни забыть то как вы относитесь лично к павлу или лично к диме иванову камикадзе ди это в данном случае не имеет никакого отношения уверяю вас когда мы победим то мы можем и вы можете продолжить старые разборки но сейчас дело не до наших терок проблема более чем серьезно сейчас появился реальный шанс восстановить справедливость или или если каждый будет действовать по одиночке то уверяю вас это как удар растопыренными пальцами но если мы объединимся то это будет уже удар кулаком а если нас будет много то это уже будет считайте удар кувалдой из ролика павла можно сделать однозначный вывод о том что необходим достаточно мощный кейс из многих примеров того как российский youtube блокирует людей исключительно из-за их политической позиции она против ролики явно разжигающие ненависть они не только не блокируются но с них сняли не снимается даже монетизация поэтому я обращаюсь к дмитрию иванову камикадзе ди я обращаюсь каналу бытили я обращаюсь к саше сотнику я обращаюсь к арслану негоматьяну я обращаюсь к замечательному краснодарскому каналу личное мнение ребята я знаю вы все в той или иной мере столкнулись с блокировками на ютубе с неправомерными страйками исключительно на основании того что правдивая информация которую вы доносили не нравилось властям так вот я прошу вас прислать павлу конкретные факты в описании к этому ролику даны все контакты павла серка которого мы знаем еще раз напоминаю как павел дальнобой я призываю всех кто столкнулся с цензурой на ютубе и несанкционированными неправомерными блокировками и страйками на ютубе прислать павлу свои контакты и описание ситуации времени как сказал павел очень мало до вторника разумеется ребята речь идет не о том что вас заблокировали скажем так за то что вы копировали чужой контент или вам кинули страйк ну за то что вы действительно размещали противоправный материал тут давайте мы все-таки будем смотреть на вещи реально и давайте не будем захламлять проблему несущественными деталями еще раз если кто-то столкнулся со страйками или блокировкой канала на основании его политической позиции свяжитесь с полом потому что шутки уже закончились все вам доброго ребята подписывайтесь на канал не аж вот не забывайте ставить лайки прошу очень прошу максимально распространяйте этот ролик хэштег fix russian youtube распространяйте максимально распространяйте этот ролик потому что это в интересах всех нас до встречи а и Субтитры подогнал «Симон»